В Хуким области встретился с представителями малого бизнеса в региональном отделении торгово-промышленной палаты. Эти встречи уже стали традицией. Они проводятся регулярно, каждый понедельник, и позволяют решить наболевшие вопросы, которых у предпринимателей предостаточно. На протяжении недели заявления регистрируются в палате и изучаются ответственными организациями. Спорные же рассматриваются главой областной администрации. В этот раз поступила 31 заявка на участие во встрече, 25 из которых были решены до приема. Остальные шесть выслушал Аркинджон Турдымов. Нигина Раджабова основала семейное предприятие Сапфирсервис. На месте своего дома по улице Рахматуллаева планирует построить современную гостиницу. Она уже снесла свой дом, но разрешение на строительство не может получить. В связи с тем, что рядом с объектом расположена мечеть Хаджи Зудмурода, которую в будущем планируется расширить, городской хакимиат приостановил работы. Сарвар Файзуллаев попросил выделить свободный участок земли по улице Рудакиев. В городе Самарканде под строительство книжного магазина. С аналогичным вопросом обратилась и Фируза Асланова. Между многоэтажными жилыми домами по улице Гагарина хочет построить мастерскую по изготовлению национальных игрушек из легкой конструкции. Жители территории против строительных работ. Теперь Фируза просит выделить участок в массиве Коросу. Обоим предпринимателям было разъяснено, что землю можно приобрести на аукционе, а затем провести строительные работы в соответствии с нормами и правилами. Предприниматель Мурат Баратов просит помочь ему выделить кредит 850 миллионов сумм в филиале Агробанка на приобретение спецтехники. Вопрос будет детально изучен Центральным банком и будут приняты меры по оказанию практической помощи предпринимателю. На приеме был также представлен проект «Зеленый город», который направлен на запуск электромобилей и электросамокатов в Самарканде. Хоким области сказал, что проект можно организовать в густонаселенных частях и парках отдыха города Самарканда.